Что имел в виду Роман Гори, когда говорил, что мать, которую он носит в себе, не позволяет ему делать подлости? Роман Гори вообще многое сделал для реабилитации маменькиных сынков. Вот тут на сайте есть один, прости меня, господи, мерзавец, который говорит, ну что это, быков взрослый мужик часто упоминает свою мать, что за инфантилизм? Быть маменькиным сынком для меня – это самый большой комплимент. Помните, у меня, вот если кто читал, у меня в «Квартале» есть такой пассаж о том, что вот многие говорят, мы выросли без отца, и поэтому не имеем мужских навыков, и не умеем машину починить. Мы умеем многое другое, а машины нам чинят те, у кого были отцы. Вот это такая довольно, конечно, я не отождествляю себя с героем, с Иваном Салюшиным, но под этой мыслью я подписываюсь. Действительно, мне кажется, что у кого хорошее отношение с матерью, тот хорош человек. Во всяком случае, для меня это существенный критерий. Для Ромена Гари мать действительно очень серьёзный нравственный ориентир. И скажу вам больше, всякий раз, если я видел, что у кого-то из моих девушек с матерью конфликты и отношения плохие, и она о ней гадости говорит, я понимал, у нас ничего не выйдет. Я, кстати, вспоминаю к вопросу об этом, к вопросу о критериях. Замечательный эпизод, я, по-моему, его уже рассказывал. Я вот одно время было, когда только что появился у меня видак, я очень любил и до сих пор очень люблю фильм Линча «Человек-слон». Если я девушку залучал в гости, я ей показывал «Человек-слона». Если ей нравилась картина, то ясно было, что у нас получится. А если нет, то ясно было, что у друг друга чужие люди. Даже вот несмотря на то, что она осталась ночевать и смотрит картину, вот всё равно ясно, что это эпизод. Я по этому «Человека-слона» посмотрел раз в 20, если не больше. Я знаю его наизусть. И этот критерий ни разу меня не подвёл. И вот случилось мне, Юлию Киму, матерному, кстати, одногруппнику, случилось нам вместе выступать в Штатах. И в одном прекрасном доме мы вечером выбирали фильм, какой бы посмотреть с хозяевами. Я говорю, давайте посмотрим «Человек-слона», великое кино. А Ким как раз его не видел. И вот мы стали смотреть. Он посмотрел и сказал, ну, первого плана ещё ничего, а второго пошло слащаво, как-то не верю. И, в общем, сбой, конечно, вкусовой очень сильный. Я долго думал, потому что, да, Юлия Черксанович, ничего бы у нас с вами не получилось. Это я вспоминаю весьма живо. Вот, знаете, если говорить серьёзно, то у искусства, тут многие спрашивают всё в связи с той же статьей «Роман для власти», может ли у искусства быть какая-то воспитующая функция. Ну, в общем, воспитующей нет, а подталкивающей есть. Вот, Навелла Матвеева об этом говорила, что искусство ничему не учит. Всякое искусство совершенно не навязчиво, перефразирую Эльда, но искусство приводит. Оно уводит от жизни и приводит к ней другим путём. Вот так. Поэтому я не верю в воспитующую функцию искусства, но одна из его функций, самая важная, это функция парольная. Люди опознают друг друга по паролям. Вот если вам нравится одна и та же книжка, один и тот же фильм, если вы плакали в детстве над одними и теми же вещами, вот это очень важная штука, понимаете? И вот от этой миссии искусства очень многое зависит в человеческом общении. Когда-то вот я Гору Вербинской спросил, почему, по-вашему, вы дружите с Деппом? Что вы в нём находите? Он говорит, человеческие его качества здесь ни при чём, но нам нравится одна и та же музыка. И вот это критерий какого-то схода. Да, боюсь, что да. Я спросил, какая именно? Ну, медленный и тяжёлый. Медленный и тяжёлый металл. Вот это да, наверное, то, что-то такое психологически в этом есть. Что?